МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 23 июля. В студии работает Андрей Тенн, это аккуратко о главных событиях. Скелеты людей и лошадей, каменные наконечники стрел и копий, золотые украшения, керамическая посуда. Все это обнаружили археологи при исследовании могильника Тобл-Де. С ходом работы экспедиции ознакомился глава региона Ерлан Кушанов. В Карагандинской области завершился 4-й республиканский военно-патриотический сбор молодежи Айбен. На церемонии закрытия были награждены лучшие команды и участники. Безопасное лето для детей. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий в Балхаше. Детей обучали оказанию первой помощи, а также правилам поведения на воде. И теперь подробнее об этих и других событиях. 72, воткнутых в землю ножа, обнаружила Карагандинка по дороге на работу. Кухонные принадлежности были найдены рядом с детской площадкой. Видео моментально распространилось в соцсетях. Люди недоумевают, была ли это чья-то забава или же ножи – часть некого ритуала. Снимаю видео возле детской площадки на юго-востоке. Вот под сосенкой работники оставили кучу ножей. Неизвестно для чего и почему это не убирается сразу. Вот уже полмешка сложила, сейчас остальные буду складывать. Это находка жительницы Караганды Кристины Самсоновой. По дороге на работу женщина обнаружила ножи, воткнутые в землю. Их оказалось ровно 72. Поначалу Кристина решила, что ими велась прополка. Однако пользователи интернета, увидевшие шокирующее видео, сошлись во мнении, что это часть некого мистического ритуала. Ведь никто не станет делать прополку кухонной утварью. Больше всего Карагандинку возмутило то, что ножи были оставлены близ детской площадки. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто и зачем оставил столько одинаковых ножей в непосредственной близости с местом скопления детей. И к другим новостям. В регионе полным ходом идет заготовка грубых кормов. О том, как осуществляется сбор кормовых трав Акимобласти, рассказал руководитель управления сельского хозяйства. В областном Акимате прошло очередное аппаратное совещание, в ходе которого также было объявлено о кадровых изменениях. Очередное аппаратное совещание в областном Акимате началось с кадровых перестановок. Бывший начальник отдела информационных технологий управления образования Рашид Бельгебаев назначен руководителем управления информатизацией, оказания государственных услуг и архивов. Кадровые изменения коснулись и компании КТЖ грузоперевозки. Директором карагандинского филиала стал Марат Ибраев. Первым делом новый директор займется реконструкцией вокзала. Далее участники совещания обсудили ряд вопросов, требующих внимания. Одним из наиболее важных оказался вопрос заготовки грубых кормов. Руководитель управления сельского хозяйства Саганжана Пакашев отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий в этом году заготовка началась позже обычного, а потому отдельные районы должны ускорить работу. Из-за сложивших погодных условий, холодной, дождливой весны, заготовка кормов в текущем году началась поздно, поэтому просим всех регионов принять необходимые меры по своевременному выполнению доведенных заданий. Население городов в основном обеспечивается кормами за счет приобретения из сельских районов. В данное время заготовка кормов идет в плановом порядке. На сегодняшний день заготовлено 1 миллион 17 тысяч тонн сена или 51% от заданий. Глава региона выразил недовольство по поводу низких показателей в отдельных районах области. Я объездил район и проинформировал о ситуации на местах. Где-то показатель 40%, где-то 41%. Почему в некоторых районах показатель высокий, а в других низкий? Нам ведь остался всего месяц на сбор кормовых трав. На сегодняшний день общая потребность грубых кормов составляет 2 миллиона 125 тысяч тонн. Согласно рабочему плану, планируется завершить заготовку корма до 5 сентября. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области проводятся археологические исследования. В этом году археологи проводят раскопки погребальных памятников колесничной культуры эпохи бронзы на могильнике Тобалде. В минувшие выходные экспедицию посетил Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов. Вот очень интересный сосуд. У него квадратные усти. То есть это самое некрубое. Это здесь нашли, да? Это здесь, да. Это тоже здесь. Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов внимательно рассматривает альбом с фотографиями находок, обнаруженных во время археологических исследований так называемой Сароаркинской пирамиды. Сегодня пирамида представлена в реконструированном виде. Этот памятник Бегазы Дандыбаевского периода был обнаружен 4 года назад в ходе экспедиции. В общем-то смогли этот курган исследовать. Он, как вы видите, был довольно крупный. Исследовать его пришлось большими силами довольно длительное время. Все это пришлось расчищать. И когда, в общем-то, грунт постепенно убирался перед нами, в общем-то, представала такая грандиозная картина сооружения пирамидально-ступенчатой формы, в общем-то, живо напоминающей пирамиду. И после того, как мы всю землю удалили, все, что смогли, расчистили, это действительно сооружение можно было назвать пирамидой. По мнению ученых, вся эта местность представляет собой некрополь. В центре расположена сама пирамида, в которой, по всей видимости, был захоронен знатный вельможа. Вокруг пирамиды расположены могильники поменьше. На одном из них уже производятся раскопки. Карагандинские археологи проводят исследования погребальных памятников колесничной культуры эпохи бронзы. Чаще, допустим, в парных погребениях, ну, вот такие вот нечасто, вот обычно лицом друг друга. Женщину по правому, мужчину. Вот почему это? Все равно, потому что больше исполнится. При исследовании погребальных памятников было обнаружено парное захоронение лошадей с псалиями. Каменный наконечник копья, каменный наконечник стрелы, бронзовый наконечник копья, позолоченная подвеска, большое количество керамических сосудов. Бегазы-дандыбаевская культура была распространена на территории Центрального Казахстана в XIII-XIX веках до нашей эры. Среди специалистов преобладает мнение об иранской языковой принадлежности ее носителей. Население имело европеоидный облик с небольшой монголоидной примесью. Занималось отгонным скотоводством и земледелием. По данным археологов, совсем скоро будет вскрыто погребение, где, предположительно, 4000 лет назад был захоронен воин колесничьей эпохи бронзы. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы, и вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Военно-патриотический сбор Айбын определил своих победителей. В Карагандинской области завершился четвертый республиканский сбор молодежи Айбын. На церемонии закрытия были награждены лучшие команды и участники. В сборе приняли участие более 500 молодых патриотов. Все они воспитанники военно-патриотических клубов, а также курсанты военных и специализированных школ. Молодые бойцы почти неделю состязались в военно-прикладных видах спорта, робототехнике, эстафете и участвовали в викторинах. Каждый показал себя с лучшей стороны. Об этом в своем обращении отметил глава региона. Дисциплина и командный дух – вот что отличает истинного бойца. И вы смогли доказать, что готовы не только к настоящей армейской службе, но и к взрослой жизни в целом. И навыки, которые вы усвоили, здесь получили, оно пригодится вам в жизни и не раз. Вы нашли многих друзей, вы нашли единомышленников. И эта неделя показала вам, как важна работать в коллективе и как важна ответственность друг перед другом. На несколько дней участники окунулись в настоящую атмосферу армейской жизни. Они продемонстрировали свои знания и умения, испытали себя на прочность в состязаниях и обрели новых друзей. Организаторы утверждают, что такой формат воспитания молодежи в духе патриотизма дает свои результаты. Стоит отметить, что в сборе не только юноши. Девушки наравне с парнями сражались за победу. Заинтересованность не только у мальчиков. Заинтересованность появилась и у девочек. Девочки хотят учиться, девочки хотят служить. Ну, как по подобию Российской Федерации, наверное. Вы знаете, что у нас вообще генно. Наши девочки всегда были воинами. И вот есть такое желание. И я вам скажу, что за четыре года у нас есть участники Айбына, которые поступили в военное училище. Среди специализированных военных школ и интернатов первое место заняла команда Республиканской школы Жасулан имени Баужана Мумышулэ. А среди военно-патриотических клубов лидером стал Клуб Восток. Также специальная премия Айбына Асках Жасарба сручена Бигзатхану Калмарзаеву из Казалардинской области. Обладателем гран-при в этом году стал военно-патриотический клуб Кайсар из города Павлодар. Член команды Жасмин Исина приехала на сбор впервые. В будущем она мечтает стать военным и планирует еще не раз участвовать в таком мероприятии. В отборочных турах мы каждый день приходили на тренировки и каждый показывал силы, как только мог, чтобы поехать сюда и доказать это все здесь. Ну, а приехав сюда, мы уже начали показывать все свои усилия, стараться, то есть умения, к чему мы достиглись. Победителям соревнований в общекомандном и речном зачетах были вручные грамоты, медали, кубки и памятные подарки. Домой они увезут не только призы, но и яркие воспоминания о каникулах, проведенных с пользой. Алматинская фирма «Казстройгрупп ЛТД» – именно к этому подрядчику слишком много нареканий со стороны технического надзора. 20 июля Аким Караганды Нурлана Убакиров совершил объезд по восьми объектам образования. В список вошли школы и детские сады, ремонтом которых и занимается вышеназванная фирма. Как известно, лето – пора строительства и ремонтов. За короткий период нужно многое успеть. В образовательных учреждениях уже давно начались ремонтные работы. Глава города Нурлан Убакиров, несмотря на плотный график, изыскивает возможность посетить социальные объекты, чтобы лично посмотреть ход выполняемых работ. Всего он посетил восемь объектов, ремонтом которых занимается строительная фирма из Алматы. Поэтому есть задача, которую поставил Аким области, о том, чтобы максимально все школы, все детские сады, максимально короткие сроки охватить. В городе Караганде понятно, что больше всех школ, больше всех детских садов, поэтому мы поэтапно идем. Сегодня у нас большое количество школ, 25 школ мы ремонтируем, это капитальным, еще есть 31, это текущим. То есть это очень большое количество, практически половина всех объектов. То есть в этом году, в прошлом году проводили, в этом году и в следующем году будем уже максимально завершать. Потом уже останутся благоустроительные работы и уже такие чисто укрепления материально-технической базы. Напомним, что 12 июля на заседании Карагандинского городского масляхата были предъявлены претензии к подрядчику. В частности, было сказано, что рабочие не укладываются в сроки. Представитель подрядной организации «Нордавлет Коржау» заявил, что замечания приняты во внимание. Штат работников увеличен, уволены те, кто халатно относился к работе. Теперь, по словам подрядчика, 80% объектов будут сданы в конце июля, остальные к 15 августа. Работа в основном идет и контролируется с администрацией школ. Карана у нас контролирует и технодор у нас есть. Бывают замечания, мы их устраняем и работаем согласно сетевому графику. Даже стараемся побыстрее все закончить и сдать. Работы проводятся поэтапно. Сначала подрядная организация ремонтирует крышу, фасад, систему отопления. Затем проводится ремонт кухонь, санузлов. Только после этого проводятся работы по благоустройству. В ходе объезда Нурлана Бакиров посетил средние школы номер 88, 58, 27, 57 детский сад Айсулу. На всех объектах работы выполнены на 70-80%. Безопасное лето для детей. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области провели ряд мероприятий в городе Балхаш. Детей обучали оказанию первой помощи, а также правилам безопасности и поведения на воде. Где у нас сердце? С левой стороны. Сразу положили два пальца. Вот это и есть то место, куда нужно давить. Член спасательного отряда Багдад Абжанова объясняет детям, как правильно следует делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. На минувших выходных этому навыку обучили детей из лагеря Жасканат в городе Балхаш. Это умение детям может и не пригодиться, однако его пользу отрицать нельзя. С начала купального сезона в Карагандинской области участили случаи гибели людей в результате утоплений. Половина погибших – дети. Это сподвигло спасателей на комплексные меры. Чтобы снизить неутешительную статистику, специалисты решили научить детей оказывать первую помощь. Научили детей оказывать первую помощь. Раздали всем памятки. Детям очень-очень понравилось. Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасное лето». Подрастающему поколению не только рассказывали, как нужно вести себя на воде, но и показывали на практике, что и как нужно делать, если увидел тонущего человека. Стоит отметить, что разъяснительная работа проводилась и среди взрослых, отдыхающих на пляже. Ведь зачастую именно они оставляют детей без присмотра, что в результате приводит к необратимым последствиям. Вообще это правильно, что вы проводите это мероприятие. Потому что взрослые должны смотреть за своими детьми. Я сам здесь с ребенком, она у нас в жилете специально купается при виде нас. Одну не оставляем. Взрослым говорю, кто приехал с детьми, тоже пусть будут внимательны к детям. Исключить гибель людей на воде в купальный период – такова цель ряда мероприятий, организованных близ озера Балхаш. Это место было выбрано из-за его высокой популярности среди жителей области. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области раздавали отдыхающим на пляже памятки и настойчиво рекомендовали соблюдать правила безопасности. Проводится комплекс мероприятий, такие как рейды по местам санкционированных, несанкционированных мест купания. Проводится совместно с отделом образования мероприятия в школах. Ежедневно мы проводим рейды по бухте Бертыс по берегу со спасательным подразделением и с волонтерами. В ходе чего вручаем памятки, рекомендуем основные правила по купальному сезону. Необходимо отметить, что чаще всего несчастные случаи происходят в местах, запрещенных для купания. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, а также оставаться бдительными во время отдыха. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Футболисты «Шахтера» прервали серию проигрышных матчей. В субботней встрече с Казалардинским «Кайсаром» горняки свели счет к равному. Матч завершился с результатом 2-2. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» провел свой первый матч под руководством нового наставника Николая Костова. Стоит отметить, что в прошедшую субботу в Караганде состоялась болгарская тренерская дуэль, поскольку Казалардинский «Кайсар» тренирует специалист из Болгарии Стойчо Младенов. Счет в матче открыли гости. Быстрый гол Братислава Понашеватца и второй от Владимира Оржанова сделали разрыв сразу в два мяча. Карагандинские болельщики уже и не ожидали увидеть чудо. Однако довольно быстро Евгений Ткачук и Марат Шахметов отыграли преимущество «Кайсара». Матч завершился со счетом 2-2. Комментируя итоги встречи, главный тренер «Шахтера» Николай Костов отметил, что получилась зрелищная игра. Четыре забитых гола и много упущенных моментов. «Шахтер» пропустил два гола, но горняки смогли спасти игру. Очередная игра «Шахтера» состоится на выезде 29 июля. В Павлодаре горняки встретятся с местным клубом «Иртыш». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!